Ну что ж, положили перстни на руки ваши, там как пишется в песне-песне. Положи меня как перстень на руку твою, как печать на сердце твое. Люта ревность и глубока и сильна непобедима. Любовь, там много красивых слов в этом говорится в песне-песне. Воды моря не зальют любви. И никак нельзя погасить силы этого сердечного пожара. И сегодня память Даниила, там читалось, что перстнем много славных дел совершилось. Перстнем явилась истина Фомари, когда ее Иуда, патриарх, пренебрег в исполнении закона о чудо-родии. Перстнем явилась истина Даниилу в стране Вавилонской. То есть за его мудрость он был почтен одеванием перстня. Вот вам сегодня одели в день Даниила перстень на руку в знак вашей обрученности. То есть как бы можно думать, что это некая цепь, которая видна только в крайних кольцах. Крайнее кольцо на руке у мужа, крайнее кольцо на руке у жены. Там еще есть цепи. Ну и это как бы звенья цепи родной, да, но они не видны. Так, всюду находясь, видит человек. Ну мы священники, мы не носим, нам нельзя. Хотя они у нас есть, эти кольца, значит, но они тоже есть. В духовном смысле они есть, с женами нашими. Даже больше, чем у мирских людей, потому что нам нельзя второй раз жениться. Вдовый священник, вдовая там, жена там, короче, мы раз женимся, в отличие от мирских людей. Значит, а вы тоже раз женитесь. Значит, вот у вас есть некая цепь, вас соединяющая, крайние звенья которой видны на ваших руках. Человек, когда хочет грешить, снимает обручальное кольцо, знаете об этом, да, из фильмов, по крайней мере. Значит, не снимайте обручальные кольца, не грешите в малом, тогда Бог вас убежет от большого. Значит, но вы попадаете в некое состояние стесненности, вы будете стеснять друг другу свободу, обременять друг друга обязанностями, будете, значит, выставлять друг перед другом различные требования. Иногда законные, иногда взбалмошные, это надо будет разбираться с каждым из них, вот. Но так или иначе вы ограничите свободу друг другу ради подлинной свободы во Христе. Потому что настоящая свобода приходит от большой тесноты. Когда человек стеснил себя в чем-то, он потом выходит вверх и получает настоящую свободу. То есть ради свободы в Боге, ради правильной жизни, ради свободы души, ради чистого тела, ради светлого ума, вы сегодня, значит, сделали первый шаг к самоограничению. Брак это великое узо и великое ограничение ради настоящей свободы во Христе, ради чистой жизни и вечного бытия, ради чистого потомства и вечной награды. Кто хочет жить по своей воле, как хочет, по широкому ходить, тот рано или поздно в яму упадет, никто его не вытащит, из таких ям не вытаскивает. А тот, кто стесняет себя немножко хотя бы, тот получит награду за это. Так что вы сегодня оковались и окольцевались во славу Божию именем Христовым для того, чтобы быть неразлучными и нераздельными. Надо будет научиться любить друг друга, это не сразу дается, это целая наука, и Господь да поможет вам ее преодолеть. Одним словом, закончим призыванием имени Иисуса Христа на вас, и да даст он вам быть таким, как должен быть муж. Уже все разные, но есть некие родовые качества. То есть ответственный, серьезный, больше делать, чем говорить, не нервный, спокойный, стабильный, так чтобы за вами, как за иголкой нитка, спокойно шла вот ваша подруга. Ну а ты слушайся Божию своего. Молитесь Богу оба, вместе и по отдельности. И да поможет вам Господь достичь счастья в этой жизни, насколько это возможно человеку. И войти в вечную жизнь, это точно наш, каждому человеку. Аминь и Богу славу. Субтитры создавал DimaTorzok